ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт». Проспект Ильича, 21. Вход со двора. Замерательный момент, дорогие друзья! После почти 9-месячного ремонта открылось обновленное поликлиническое отделение номер 1. Теперь оно будет работать по концепции «бережливая поликлиника». Это значит, что в приоритете, вместе с сохранением здоровья пациентов, сбережение времени, а главное – нервов, как посетителей, так и медперсонала. Когда открытая регистратура, когда можно и врачу, и пациенту задать свои вопросы, когда безопасные технологии, безопасные процедуры. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу, чтобы к вам население приходило в поликлинику. Но больше с профилактической все-таки целью. Современная отделка, обновленные стойки регистратуры, информативные, электронные табло. На все работы потратили 18 миллионов рублей областных субсидий. Деньги получены в рамках национального проекта. Чиновники уверяют – цель оправдывает средства. Ведь по задумке технология «бережливого» производства должна избавить от очередей в регистратуре, распределить потоки пациентов и нагрузку на медработников. Должно быть больше общения с пациентами и меньше потраченного времени. Для прикрепления вам нужно написать заявление в регистратуре. А чтобы пройти в регистратуру, нужно писать, взять тарончик. Наталья Родионова пришла, чтобы перевестись из другого поликлинического отделения в это. Мол, оно ближе к дому и ходить далеко не надо. Увидев обновление, женщина отмечает – свежий ремонт и современная схема работы приятно удивили. Но пока сложно сориентироваться во всем этом. Нужно привыкнуть. Это электронная запись, естественные инфоастоматы, через которые будет получаться талончик. И по талончику мы будем подходить уже и решать свои вопросы, записный прием, либо, я так понимаю, какие-то другие вопросы. Это непривычно в любом случае. Я думаю, с временем мы к этому очень быстро привыкнем. И нам это больше понравится, чем старая схема. В том, что пациентам вскоре понравится схема нового обслуживания, уверены и сотрудники регистратуры. Ведь теперь они не будут отвлекаться на общение с пациентами по телефону. Для этого существует колл-центр. Также появилась и отдельная картотека, поэтому регистраторы не будут часами искать медицинские карты. А это значит, в центре их внимания работа с посетителями. Очереди не стало. Все берут талончики через информат, но пенсионеры пожилые еще этого не особо понимают. Но мы их пропускаем, так скажем. Мы готовы к этому, но думают, что скоро все наладится, и люди все-таки привыкнут. Проект «Бережливая поликлиника» стартовал на территории страны с 2016 года. В планах обновить все поликлинические отделения по этой концепции. Перед нами поставлена задача, что именно вот этот год должен финальным, когда «Бережливыми» должны стать все детские поликлиники. К первому райску эта поликлиника уже достигла этого уровня. А к 2024 году данный проект, охват должен быть всех стопроцентно взрослых поликлиник. Теперь на очереди модернизация отделения женской консультации и поликлиники на улице Емлина. Правда, сроки пока неизвестны. Кристина Сипьева и Сергей Шемет, Интера ТВ.